...именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтёра! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Человечность. Отзывчивость. Бескорыстие. Доброта Они никогда не скажут «нет», не нагрубят, не пройдут мимо. Они всегда помогут. Бесплатно. Без них не обходится ни одно крупное событие. Это живая справочная и безотказный товарищ. Это волонтер. Мордовия. Регион добрых дел. И эти цифры тому подтверждение. В республике больше 20 тысяч человек сегодня занимается добровольчеством. В Мордовии свыше 300 волонтерских отрядов и 40 общественных организаций. Это десятки направлений. Волонтеры Победы, социальные добровольцы, медики, экологи и доноры. В этом году появились новые течения. К примеру, юные добровольцы. Им от 7 до 17 и свою социальную миссию они выполняют, практически не отрываясь от учебы. Серебряные добровольцы тоже активизировались в начале 2018. На очереди открытие нового направления. Медиа-волонтерство. К многотысячной команде альтруистов. Все больше присоединяются работающие люди, готовые свое свободное время посвящать благотворительности. У добровольчества нет национальности, пола, возраста, роста или веса. Даже сосчитать волонтеров сегодня практически невозможно. Каждый пятый житель, третий житель – это человек, который когда-то перевел бабушку через дорогу, который провел там, не знаю, субботник, организовал какую-то благотворительную акцию, съездил в детский дом. То есть это добровольцы вокруг нас, и поэтому посчитать по пальцам добровольцев – это невозможно. И это, наверное, здорово. Расцвет у волонтерского движения в республике, конечно, поспособствовал чемпионат мира по футболу. Этого события в регионе ждали с замиранием сердца. Три года на базе Мордовского университета шла усиленная подготовка. Было подано более 10 тысяч заявок. 23 тысячи часов. Именно столько затрачено, чтобы отобрать лучших. Саранск, я думаю, это очень красивая город. Очень маленькая, но очень приятная и теплая. Вы должны приехать в Саранск. Я преодолела 7-числовик поясок, чтобы попасть в этот замечательный чистый город Саранск. Большой и крутостый стадион в Волгопе. Да, я ощутилась на этом стадионе, у меня пикали мурашки. Я счастлива, действительно, я счастлива. Слушайте, реально, огромный стадион, огромный футбольный город, огромная армия болельщиков. Как здесь не потеряться, знают только волонтеры. Спасибо вам огромное, правда. Волгуйте Саранск. Иркем Суркова волонтерскую жизнь знает изнутри. В добровольчестве она с 8 класса. Тогда понятие «волонтер» вообще практически не значилось в словарном запасе русского человека. Школьницей Иркем ездила восстанавливать объекты культурного значения в Пермском крае, организовывала акции «Милосердие в городе». Уже позже, в 2011-м, внедряла небольшие волонтерские группы на Международном форуме России «Спортивная держава». И вот она руководит целой армией добровольцев чемпионата. Это 1300 человек. Отзывчиво, бескорыстных и добрых. Не только к гостям. Друг к другу. Когда смена в аэропорту, первая, вторая смена, и когда мы понимаем, что сейчас на вылет идет многотысячная армия болельщиков, да, аэропорт наш небольшой, и волонтеры говорят, ну как же мы бросим своих, и первая, вторая смена остается до третьей смены на помощь. Но не это же командный дух, это же абсолютно показывает ту командную работу и умение работать в команде. Это тот момент, когда люди возвращались со смен и видели, что у кого-то какие-то вопросы возникали в городе, да, и они не оставались безразличными. Уже снимая волонтерскую экипировку, они все равно шли и помогали. Экс-руководитель Центра подготовки городских волонтеров Кирилл Комаров уверен, добровольчество – это отточенная схема, в которой у каждого своя роль, где бы он ни находился. На транспорте, на объекте, в медиа-центре или на улицах города. В столице региона работала команда из 1400 городских волонтеров. Кирилл Комаров рассказывает, в какой-то момент ребята даже устроили соревнования внутри коллектива, кто поможет большему числу гостей. Всех болельщиков встречали первыми мы. Мы помогали в организации чемпионата на транспортных объектах, на прилегающей территории к стадиону, ну и на самой одной из крупнейших площадок – это фестиваль болельщиков. Поэтому здесь, наверное, стоит сказать, что мы достигли того, чего мы хотели. Получили большие результаты, но самое главное – это отзыв самих волонтеров. Так как у них есть желание продолжать свою добровольческую деятельность, и мы видим интерес людей, которые не участвовали в чемпионате, также становятся волонтерами. Вот это самое важное. В волонтеры записывались целыми семьями. 17-летний Антон Милицын мечтал стать добровольцем еще с Сочинской Олимпиады. А тут, в родном городе, чемпионат. Сомнений не оказалось. Люди, которые не упали на сам стадион, будет создана атмосфера из болельщиков, тех же самых и саранских, и всех, кто приедет. От меня как раз будет требоваться функция той же самой навигации, общения. Вместе с собой Антон подтянул и всю семью. Кстати, все музыканты за исключением. Дед – баскетбольный тренер. Сам Антон занимается легкой атлетикой. Осваивает барабаны и гитару. Мама Ольга Милицына – доцент кафедры музыкального образования пединститута. Играет на фортепиано и домбре. Отцу Антона Аркадию тоже есть чем удивить. У добровольчества в самом деле нет возраста. Около сотни серебряных волонтеров пополнили ряды массового движения. Это те, кому за 55, а в душе нет и 20. В первом в команду серебряных добровольцев записался Геннадий Пьянов. Еще в 70-х он работал внештатным экскурсоводом Саранского бюро путешествий. Остался опыт, не остыло и желание открывать гостям ордовской столицы редкие исторические факты, которые таят в себе десятки городских памятников и улиц. Он и думать не мог, что в 74 продолжит любимое дело. Увидел объявление, пришел в волонтерский центр, привел с собой двух коллег. Зарегистрировался. Сегодня Геннадий Пьянов – один из самых популярных экскурсоводов-добровольцев. Рассказать о ключевых архитектурных памятниках он согласился и нам. У вас экскурсии начинаются, по сути, с этого памятника. Да, да. Расскажите, чем он знаменателен и что вы рассказываете туристам о нем? Ну, во-первых, мы пришли в центр Острога, который образован был и построен в 1641 году здесь, на этом спуске. Эта крепость имела прямоугольную форму. Вся она была деревянная. Дальше рассказ о том, что первыми поселенцами стали 150 воинов-стрельцов. Крепость была сторожевая, к нам приезжали торговать купцы из соседних областей. А наши базары славились пушниной. Отсюда и изображение лесы на гербе Саранска. Геннадий Иосифович, ну, не так много осталось у нас от Старого Саранска. И вот одно из самых старейших зданий. Да, расскажите про него. Здесь стояла деревянная церковь. И войско под руководством Ивана Грозного IV, которые переходили границу раньше, был отслужен здесь деревянной церкой Молебен. Затем она, эта церковь, сгорела. И на месте вот этой сгоревшей церкви в 1778 году была построена каменная церковь. Печальная участь, что постигла многие исторические постройки Саранска, старой церкви не грозит. В этом уверен Геннадий Пьянов. Иоанн Богословский собор, памятник федерального значения, который гармонично вписался в архитектуру современных каменных джунглей, так же, как вписался в молодой коллектив саранских добровольцев серебряный корпус волонтеров. Все они наравне с молодежью вошли в историю легендарного мундиаля. В их обязанности входили функции без особых физических нагрузок. Управление объектами, волонтерами, помощь в офисе, организация деятельности команды городских волонтеров. Для тех же, кто чувствовал в себе больше силы выносливости, работа на информационных и навигационных пунктах. В числе добровольных помощников оказалась и учитель французского языка Наталья Шароватова. Ее энергии можно только позавидовать, ведь ей 70 лет. Во время чемпионата через ее руки проходили персональные карты аккредитации для работающих на объектах мундиаля. Кстати, Наталья как болельщица побывала на двух чемпионатах мира по футболу. Во Франции в 98-м и в Германии в 2006-м году. Атмосфера праздника, впечатление неизбываемое, поэтому, когда поступило предложение стать волонтером уже на домашнем мундиале, согласилась не раздумывая. Готовясь к волонтерским будням, Наталья открыла в себе кое-что новое. Общение с молодежью накладывает свои отпечатки. А сама я просто собой восхищаюсь. Я уже понимаю, что такое смайлица, я понимаю, что такое чекеница и так далее. Хотя я английского не знаю, но я реагирую на все абсолютно правильно. И приходить я буду не в третий вход, а в третий гей. Наталья Шароватова призналась, попасть в волонтеры было несложно. Уверена, прошла тестирование и собеседование. Говорит, просто любит создавать хорошее настроение и делиться им с окружающими. Волонтеры без преувеличения стали лицом и визитной карточкой страны. Добровольческая сборная уж точно была одной из самых ярких и результативных на этом чемпионате. В Саранске к встрече гостей подготовили большую интернациональную команду 2700 волонтеров. Настроение отличное, все супер, атмосфера потрясающая. Очень жаль, что все закончилось, но впечатления до сих пор остались, до сих пор все дело в мурашках. Мы создавали людям настроение, по крайней мере пытались это делать. Вкусно от того, что все закончилось, но я счастлива быть здесь, я счастлива вспомнить это все снова. А вспомнить есть что. Республиканскую волонтерскую компанию можно смело назвать уникальной, что немаловажно продуктивной. Доказательство успеха в цифрах. Добровольцы говорили на 15 языках. Представляли 22 страны и десятки городов России. Это они были ближе всех к нашим гостям. В аэропорту, в гостиницах, на стадионе, повсюду. Они знакомили с нашей культурой и традициями, решали множество организационных вопросов, помогали в любой ситуации. Вышли в 14 тысяч смен, выдали больше 20 тысяч аккредитаций, сопроводили свыше 3 тысяч вип-гостей и журналистов со всего мира. Приняли 250 воздушных судов, выложили более 6 тысяч постов в Инстаграм и раздали 100 тысяч пятер на стадионе Мордовия-Аряна. Я хочу поблагодарить каждого из вас, всех наших волонтеров, за отличную работу во время чемпионата. Вы большие молодцы! Вы лучшие! Это мировое событие вдохновило многих людей, сплотило всех нас. Все эти годы мы вместе шли к общей цели. На самом высоком уровне организовать чемпионат, радушно встретить тысячи гостей со всего мира. Устроить яркий праздник. И мы это сделали! Кстати, волонтерская компания «Саранска» стала единственной, которая не имеет ни одного негативного отзыва в СМИ и соцсетях. За блестящую организацию волонтерского движения лидера региона Владимиру Волкову поблагодарили федеральные эксперты. Владимир Дмитриевич, я хотела поблагодарить вас за поддержку волонтерской программы чемпионата, за поддержку волонтерского движения Республики Мордовия. Спасибо вам, Владимир Дмитриевич! Уходящий год добровольца и волонтера Республика провожает с отличными результатами. Наши ребята вернулись из Москвы, где проходил Международный форум добровольцев, объединивший 120 стран. Участников, как и год назад, приветствовал президент страны Владимир Путин. Мордовия названа регионом добрых дел, войдя в пятерку победителей одноименного конкурса, за победу в котором боролись представители 56 субъектов Российской Федерации. На вовлечение жителей региона в добровольческую деятельность выделено почти 10 миллионов рублей. Перейдю добровольцев большие планы, ведь существует целый спектр направлений, где можно реализовать свои амбиции. Быть в этой теме отныне модно, и ментальность, в которой волонтеры не воспринимали всерьез, сегодня сломана. Зачастую путают и эти понятия как волонтеры, и действительно такая добрая бесплатная помощь, когда говорят о том, что передвинь стул, передвинь, там нужно разнести, я не знаю, накрыть всякие столы где-то, да, или там, что ты волонтер, иди давай, там, не знаю, что-то еще сделай такое, тебя не накормят, там, я не знаю, не дадут ни грамоты, ни благодарности, и вообще, возможно, спасибо не скажут. Поэтому мы это поменяли. На чемпионате мира по футболу добровольческое движение в республике не остановилось. Волонтерский центр продолжает свою работу на базе Мордовского университета. С правительством республики уже подписано соглашение о создании ресурсного центра и дальнейшее вхождение в Ассоциацию волонтерских центров России. Здесь все инициативы будут аккумулированы в едином сообществе волонтеров по совершенно разным направлениям. Это и проведение образовательных программ не только для добровольцев, но и руководителей волонтерских корпусов. Это каворкинг, пространство для деловых и неформальных встреч, и, безусловно, полная свобода выбора. Регистрируясь на просторах ресурсного центра, в дальнейшем волонтер сам решает, где ему трудиться – на футбольном матче, параде победы или экологической акции. В городе есть где развернуться, а пока добровольцы готовятся к Новому году, который богат на события. Волонтеры уже подали заявки на участие во Всемирной универсиаде, которая пройдет этой зимой в Красноярске. Летом 19-го волонтеры надеются попасть в Минск на вторые европейские игры и в Казань на мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills. Именно сегодня перед ними открываются новые горизонты. Есть все шансы, чтобы становиться лучшими не только среди 11 городов-организаторов чемпионата, чтобы оставаться в топе регионов, где для добровольчества открыты все дороги. Субтитры создавал DimaTorzok